Дагестанское чудо Дагестанское чудо Дагестанское чудо И также немного сметаны Для того, чтобы смазать чудо сверху Заменить можно кефиром Или взболтанным яйцом Сначала приготовим тесто В теплую воду высыпаем соль, сахар и дрожжи И даем постоять вот так вот 10 минут Это работает только С сухими активными дрожжами Если у вас сухие быстро действующие Дрожжи, то их вот так вот активировать Не нужно Их можно сразу замешивать в муку И они прекрасно подходят В общем, читайте инструкцию Спустя 10 минут Просеиваем сюда в миску К дрожжам муку И замешиваем тесто Как и любое дрожжевое тесто Это тоже нужно хорошо вымесить Судя по рецепту, должно получиться Очень плотное Слегка липковатое тесто Даже если вам кажется, что тесто липнет Вот как сейчас Муки автор советует не добавлять Больше, чем указано в рецепте В общем, будем все делать так Как советует нам автор Чем больше я вот вымешиваю тесто Тем больше оно становится эластичным И все меньше и меньше Начинает прилипать к рукам и столу И становится все мягче и мягче Вот такое вот получается тесто Перекладываем его обратно в миску И отправляем в теплое место На час Накрыть сверху нужно либо пищевой пленкой Либо чистым полотенцем Пока тесто у нас на расстойке Можно приготовить начинку Картофель я натерла на крупной терке Во многих рецептах, которые я смотрела Советуют нарезать тонкой соломкой Или кубиком И вот это вот единственный рецепт В инстаграме, который мне попался Где автор советует именно натирать на терке Аргументируя это тем, что нарезанный картофель не пропекается И только если вы натрете его на мелкой или на крупной терке Тогда картофель пропечется вместе с тестом Если честно, я вполне с этим согласна Я делала очень много картофельных пирогов И если картофель нарезать Или соломкой, или кубиком То очень долго пропекается картофель Вместе с остальной начинкой Поэтому натирайте все-таки на терке С этим я полностью согласна Добавляем сюда мелко нарезанный лук Фарш Соль и специи И хорошенько все перемешиваем Также в начинку я добавлю 2-3 столовые ложки оливкового масла Экстра вёрджин Если у вас есть, обязательно добавляйте Будет очень вкусно Достаем тесто Как видите, оно очень подошло Увеличилось в объеме Теперь его нужно немножко обмять Теперь тесто нужно разделить на 2 части Одна часть должна быть побольше Вторая поменьше Примерно вот так вот И теперь каждый из этих колобков Нужно разделить на 3 части Теперь подкатываем каждый кусочек в колобок И откладываем в сторонку На одно чуду у нас будет уходить Один большой колобок И один маленький Вот так вот Вот это на одну штуку Теперь мы берем пару кусочков теста Один тот, что побольше Один тот, что поменьше Тот, что поменьше Пока откладываем в сторонку А большой будем раскатывать Раскатывать лучше всего Сразу на пергаментной бумаге Если будете раскатывать на столе Вы потом просто замучаетесь Перетаскивать чудо на противень Поэтому лучше сразу на пергаменте Или на силиконовом коврике Если будете выпекать на коврике Раскатываем тонкий круглый пласт Теперь на раскатанное тесто Выкладываем треть начинки Так как мы делаем 3 чуты Скажем так То и начинку делим тоже на 3 Растягиваем начинку по тесту Но не до самого края Оставляем сантиметра 2 до края теста Растянули начинку Теперь берем маленький кусочек теста И тоже раскатываем его в тонкий пласт Но диаметр этого пласта должен быть меньше Чем этого Чтобы это тесто покрыло начинку И примерно на сантиметр Вот чуть-чуть больше Потом края мы будем защипывать Вот так вот накрыли, растянули И теперь края нужно красиво защипнуть Умеете плести косички Или что-то красивое Делайте Я никогда не умела ни вареники Ни тем более пироги красиво защипывать Ну поэтому будет так, как будет Пирог наш готов? Теперь вот здесь по серединке нужно сделать надрез Неглубокий Можно просто, кстати, даже пальчиком проковырять Так тоже можно И смазываем чуду сверху сметаной, кефиром Ну или взболтанным яйцом Как вариант, можно еще желток сболтать с растопленным сливочным маслом Получится тоже классная румяная корочка Выпекать нужно в разогретой на 200 градусов духовке Примерно полчаса А там, смотрите, конечно же, по своей духовке Нужно дождаться, чтобы получилась румяная красивая корочка Ну и пробуйте, конечно же, чтобы картофель не был сырым внутри Теперь горячее чуду нужно сверху смазать сливочным маслом И если вы все три штуки выпекаете одним разом То их можно складывать стопочкой друг на друга И дать полежать минут 10 Корочка станет немного мягкой И можно подавать Я выпекаю три по отдельности Потому что у меня только один такой большой противень На котором можно выпекать вот такие вот большие пироги Все остальные противни, они поменьше И вот такие вот не влазят на них Аромат, я вам скажу честно, просто обалденный Пахнет луком, мясом и поджаренным тестом Пускай немного остынет И я разрежу Что-то подозреваю, что чересчур много начинки Но я не профессионал Поэтому подскажите, кто делает такие пироги Кто вообще шарит в дагестанской кухне Много ли начинки можно в них класть Или все-таки лучше поменьше Чтобы это была такая типа лепешка Какой обалденный разрез Вот все-таки мне кажется, что начинки можно бы и поменьше Хотя, когда много начинки, это всегда вкусно Очень вкусно и сытно получается Сначала я думала, что картофеля уж чересчур много Целый килограмм А фарша всего лишь 500 грамм И я думала, что все же посоветую вам поменять вот эти пропорции Мяса взять побольше, а картофеля поменьше Но нет, вы знаете, вот я попробовала готовый пирог Все идеально Не нужно ничего менять Вот делайте так, как в рецепте Мне все очень понравилось Особенно то, что картофель вот так вот мелко натерт на терточке И он полностью распределился по всему пирогу Даже, я бы сказала, когда кушаешь этот пирог Кажется, что мяса там больше, чем картофеля Попробуйте приготовить Очень вкусные и сытные Мы готовим подобные пироги Только название у нас немного другое И начинки мы разные используем И тесто тоже разное Не дрожжевое, бывает и содовое И такие пироги в нашей семье обычно подаются с первыми Иногда со вторыми блюдами С супами, с борщами Ну, иногда подают к рису, картофелю В общем, кто как любит Например, у меня муж все любит кушать с хлебом Он даже макароны кушает с хлебом Поэтому этот пирог ему даже под макароны пойдет Огромное спасибо вам за просмотр Респект автору этого рецепта Очень классный рецепт 100% буду его еще готовить И вам советую Большое спасибо вам за просмотр Попробуйте приготовить Удачи вам До новых встреч Пока-пока Продолжение следует... Продолжение следует...